МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телекомпании ТВ-сфера продолжают городские новости. Здравствуйте в студии Ольга Авилкина. Сегодня на очередном заседании Центральной избирательной комиссии было принято 4 документа, регламентирующих порядок ведения гражданами и организациями предвыборного процесса. О принятых решениях рассказала на брифинге председатель ЦИК ДНР Ольга Познякова. Речь шла о том, кто и как может вести предвыборную агитацию, о регламентации деятельности официальных наблюдателей за выборами в ДНР, о порядке аккредитации и деятельности иностранных наблюдателей, а также о том, что касается регистрации и рассмотрения обращений, заявлений и жалоб, поступающих в Центральную избирательную комиссию. Особо Ольга Познякова отметила отношение комиссии к анонимкам. Важным моментом является то, что анонимные обращения, заявления или жалобы рассматриваться не будут. Обращения, заявления и жалобы, которые зарегистрированы Центральной избирательной комиссией, будут рассмотрены на заседании комиссии в течение 10 дней. Однако, не позднее дня голосования, до 11 ноября 2018 года. Согласно государственным стандартам, предельный срок эксплуатации лифтов – 25 лет. На сегодняшний день большинство пассажирских подъемников в харцизских многоэтажках свой срок службы уже выработали. Состояние лифтового хозяйства города, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Тем не менее, за последние два года удалось, если и не провести замену аварийных подъемников, то хотя бы сдвинуть с мертвой точки вопрос их ремонта. У любого оборудования есть предельный период эксплуатации. Лифты харцизских многоэтажек уже пережили установленный им срок безопасной работы. Практически все подъемники нуждаются в ремонте или замене основных агрегатов. Нужно отметить, что ремонт лифта даже незначительный – весьма дорогая услуга. И все же в городе за последние два года удалось отремонтировать за бюджетные деньги с десяток аварийных подъемников. Мы сделали за 2017-2018 год делить лифтов. Как бы это немало, это сумма локальная, где-то около миллиона восемьсот. В этом году мы сделали два лифта. Ну, второй в данный момент уже сейчас туда-сюда будет запускаться. Не так быстро, как хотелось бы, и все же на сегодняшний день уже 20% аварийных лифтов удалось привести в рабочее состояние. Ремонтом оборудования занимается подрядная организация из Донецка. Сегодня ее силами восстанавливается подъемник в третьем подъезде 48-го дома по улице Чумака. Этот лифт давно нуждался в замене редуктора – дорогостоящей и дефицитной в республике запчасти. Редуктор этот стоимостью 120 с чем-то копейками тысяч выходит, плюс доставка, плюс ремонт, обслуживание, ну и также мелкие запчасти, которые к нему идут. Есть у нас подрядчик, с которым у нас составлен договор, у которого есть все лицензии. И они при работах делают смету, смету отправляем на экспертизу, экспертиза подтверждает, выделяются бюджетные средства и выполняем виды работы, которые необходимы в лифтовом хозяйстве. Это также может быть ремонт двигателя, ремонт редуктора, но это глобальное, которое относится. Если бюджетные деньги будут выделены, то до конца года стоит ожидать ремонта трех подъемников в многоэтажках под номерами 77, 77А и 59 по Краснознаменской, и еще трех на улице 40 лет освобождения Украины в домах 21, 29 и 31. Не оставить людей один на один со своей бедой призвана городская программа социальной поддержки инвалидов. В июле этого года программу утвердил глава администрации Харциско, а на этой неделе руководители учреждений, осуществляющих непосредственную опеку людей с ограниченными физическими возможностями или же оказывающих им опосредованную помощь, провели совещание и подвели итоги работы за квартал. На территории Большого Харциско проживают почти 8 тысяч инвалидов, из них 225 детей. Городской центр реабилитации, общество инвалидов «Искра», управление труда и соцзащиты. О помощи, которую можно получить в этих учреждениях, знают не все, кому она могла бы быть полезной. Сотрудники УТСЗН разрабатывают памятку с указанием информации обо всех службах, призванных помочь инвалидам. Уже в этой памятке будет четко расписано, куда он может обратиться, что он может какие реабилитационные услуги получить, на что он имеет право и так далее, где какие учреждения находятся. То есть это будет очень актуально и очень полезно для инвалидов. Мольница входит в состав данной группы, тот же центр занятости, центр реабилитации инвалидов, терцентр, управление соцзащиты, управление строительства и архитектуры. То есть это комплексный подход к решению проблем, с которыми сталкиваются наши инвалиды. Согласно заключениям врачей, инвалиды оформляют заявку и получают средства реабилитации уже в УТСЗН. Кроме этого, костыли и тросточки можно взять на время в пункте проката в Харцейском терцентре. В то же время не все знают, куда и к кому им следует обратиться. На сегодняшний момент именно республика поставляется средства реабилитации, ну можно сказать, так как никогда в иные другие времена. При Украине такого никогда не было. То есть мы получаем сейчас, можно сказать, в больших количествах и инвалидные кресла, и какие-то костыли, коляски, стулья, любая мебель, которая необходима именно для инвалида, для того, чтобы помочь санитарно найти всякие кресла, для ванн, чтобы человеку было удобно принимать ванну и так далее. Также это все, хотелось бы, чтобы инвалиды об этом знали. Вовлечение в спортивные и культурно-массовые городские мероприятия, содействие в трудоустройстве, обеспечение гуманитарной помощью. Все эти направления работы с инвалидами также обсуждались на совещании. Мы имеем очень хорошую поддержку руководства администрации. Нас поддержат, вот хочу сказать, идея нашего главы была обеспечения дровами инвалидов социально защищенных категорий. Знаете, мы сталкивались с такой проблемой, когда приходили люди, говорили, вот топить нечем, печь нечем топить. Они топили и одежды, и обуви, и так далее. То есть до такой степени доходило. Мы на сегодняшний момент, да, обеспечиваем население твердым топливом, гуманитарным, и компенсация на уголь выплачивается. Но там тоже определенная категория людей. Вот инвалиды не все могут получить, допустим, уже тот же твердотопливо. А те, которые не могут, вот почему это управление труда будет формировать списки, мы будем смотреть. Если человек имеет право на уголь, хорошо, мы можем обеспечить его углем. Если права на уголь он не имеет, то мы его ставим на список на получение дров. И даже при условии, что все городские службы будут добросовестно выполнять положение программы, этого может оказаться мало. Необходимо взаимодействие учреждений, чтобы инвалиду не пришлось обивать ненужные подчас пороги. Как раз над этим сегодня и работают социальные подразделения администрации. Вместо кистей и красок – шерсть и иголки. Сегодня в художественном отделении Харцийской школы искусств состоялся практический мастер-класс по так называемому «мокрому валянию», на который были приглашены преподаватели из разных городов ДНР. Основная цель подобных мероприятий – разнообразить уроки рисования в художественных школах Республики другими популярными видами творчества. Тот, кто однажды возьмет в руки шерсть для валяния, обязательно захочет заняться рукоделием, уверена педагог Харцийской школы искусств Эмма Крутикова. Впервые техникой «мокрого валяния» она заинтересовалась 7 лет назад и с тех пор с удовольствием делится со всеми желающими секретами модного вида творчества на занятиях, видеороликах на собственном канале в YouTube или, например, как сегодня, на тематическом семинаре. Я провожу методические работы, конференции различные. И на последней конференции попросили, чтобы я показала практический мастер-класс. И специально для преподавателей школ искусств, художных школ ДНР мы устраиваем такие мероприятия, вернее, методический центр устраивает. Это мы пригласили преподавателей, кто смог к нам добраться, приехали, посмотрели на практический мастер-класс. Работаем мы с мокрым валянием с детьми, преподаватели тоже у нас творчески в выставках участвуют. Для более наглядной демонстрации техники мокрого валяния в актовом зале школы искусств Эмма Крутикова продемонстрировала собственные работы и организовала целую выставку творческих достижений своих учеников. Здесь и самые разнообразные панно с изображениями милых животных и предметами женского гардероба, которые явно не останутся без внимания харцизских модниц. Все, как правило, вещи у меня носят практически характер. Я делаю что-то для себя, скажем так, украшаю какие-то, создаю какие-то модели. Это меня очень сильно стимулирует. И вот я делаю какие-то вещи для себя, дети смотрят, просят меня научить. Ну и вот все, что здесь представлено, это именно то, что когда-то я для себя делала. И все вещи, для меня какой-то смысл имеет. С каждой вещью у меня интересные истории, приятные истории связаны. Выслушав теоретическую вводную по технике валяния, участники семинара смогли практически своими руками попробовать выложить из разноцветных кусочков шерсти художественное панно. Когда я узнала, что это валяние, мне очень заинтересовалось. Давно хотела попробовать эту технику, было интересно. Сама я в этой технике никогда не работала. Я живописец, график, витражная живопись. Мое основное направление, тоже в свои мастер-классы веду. Очень понравилось, очень было интересно. Ознакомиться с новомодным рукоделием уже в ближайшее время смогут и все интересующиеся этой темой горожане. Преподаватель художественной школы Эмма Крутикова готовит в Музее истории Харциска персональную выставку. Не упускайте достаточно редкую для Харциска возможность сходить на выставку. И до встречи на канале Товосфера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова